а правда что лайма отказалась петь с вами мой рок-н-ролл и так так пишут насколько да но она не это не было никакой категоричности в этом это написано конечно ну слушайте не читайте советских газет не 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 до обеда не после я готовился это первая новость она эта неделя текст идиотский понимаете нет она просто сказал не я не буду петь мой рок-н-ролл потому что ее уже пела чечерина то есть собственно говоря только поэтому это никому образом к нам вот лично чтобы это был какой-то конфликт нет мы к этому относимся с пониманием я вот видите улыбаюсь что вообще делать это есть мы попытаемся сейчас может быть какой-то хочется просто вместе что-то спеть вот шурик он очень любишься или какие-то коллаборации вот и у нас есть с какой-то вариантом какие песни мы будем исполнять вот не получится не получше ничего там нет страшного это к отношениям с лайма и вообще никакого отношения не имеет это просто технический вопрос то есть нет никакого конфликта вообще вообще-то я думаю что если бы был конфликт я думаю мы наверно не приехали бы это песня довольно многострадальная насколько я понимаю какой то есть планы перезаписать с кем-то чтобы она как-то ассоциировалась другой фамилии но у меня есть два взгляда по на на эту песню знаете как история есть история и уже не 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 вырубишь топором то что произошло и было тому очень много знаков как-то так получилось что вот в тот момент когда мы искали с кем спеть ну выбор был там из вокалисты которые на тот момент были популярными чечерина вот она тогда вот в этот период часто играли все песни я не знаю как сейчас что там происходит и так далее просто по поводу ее популярности короче просто это такой кусок истории который ну как ну просто делать из него какие-то выводы не на абстрагироваться по крайней мере интересно что в клип например она в итоге не попала то ли она была где-то занята то ли что то еще и очень символично что ее место в клипе заняла анги борга дубку на это как-то это был каким-то знаком наверно того что в общем в конце концов может быть это все как ну в общем еще один балтийский след да еще один балтийский след да и второй вариант это если переписывать и только с одной певицы понимаете это земфиры это уже тут вопрос такой но я сторонник все-таки все все оставить так как есть потому что историю не изменишь и пускай это все будет каким-то определенным примером не знаю на будущее разговор земфиры какой-то проходил на эту тему или пока нет ну у нас были выступления на каких-либо как каких-то мероприятиях я помню это лет не знаю там она пела шуриком эту песню на это было десна фестиваль нашествие который не состоялся на улице не помню по каким причинам и он проходил в студии нашего радио и в этот момент когда мы как раз вот играли наш сет в это время появилась приехала наше радио жизнь земфира и прямо вот по ходу это не не было никакой подготовки ничего прямо на просто вошла можно сказать в кадр и это был такой сюрприз для нас и для для зрителей тоже поэтому нас вот есть такое совместное выступление но зефира поет прекрасно на гениальная певица вот ну скажем так я вот так вот сам навязываются не буду если предложит там последнее что я помню по моему в риге это было когда чулпан выходила с вами 5 год назад что ли это песен за такая то есть принципе никто особо в общем кроме лаймы не ставил тогда такой акцент на тому что кто кто был в оригинале исполнителем потому что песня все-таки это самостоятельный организм вот ну что делать тут юля эту песню исполнять до сих пор перед своей так скажем публикой которые находятся не на нашей стороне я хотел попозже про это но сейчас прошу как нужно вообще себя вести как вы себя ведете нужно ли разделять автора от того что он написал вот например такой пример да у меня в машине играет группа зверя так группа зверя что мне делать их песни они были написаны до понимаете я но есть конечно явные какие-то ситуации когда человек топит за войну бывают люди которых прижимают к стенке вот и я бы не хотел бы всех под одну гребенку подводить потому что есть обстоятельства и я не не имею такой такого права судить этих людей потому что действительно есть разные вещи вот как я читал интервью монеточки она сказал 6 моего ребенка взяли заложники я бы сделал все что угодно то есть тут надо рассматривать наверное всю эту ситуацию вот с таких вот сторон то есть все таки разделять на ну вы понимаете что все таки россия это не 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 все по вам там сейчас захватила власть и упг которая серьезные скажем так соперник всем тем кто против войны и выступать сейчас в россии против войны это очень опасно поэтому многие уезжают те кто имеет такую возможность а многие ну не знаю кто-то старается хотя просто не способствовать этому то есть я бы сказал бы так что все равно есть конечно люди которые отказываясь от россии я знаю что я там больше жить не буду никогда но я не могу сказать что вот прям там все фашисты вот мы будем объективными то есть так и есть кстати вот мне не могу не вспомнить раз уже мы упомянули на фильм о чем говорят мужчины сегодня утром стало известно что вчера не стало же риски она я считаю блестяще показала себя как актриса то есть когда человек небольшим эпизодом неожиданно вот раскрывает себя потому что может поиронизировать над собой то есть она меня вот перепахала вы вообще общались с ней и мы не были друзьями мы конечно встречались на концертах каких-то совместных жанка она очень добрый она очень душевный человек и скажем даже в группе блестящая на это было очень яркое звено и я всегда хотелось затащить нечетного ингрид а ну мы когда с ним встречались мы встречались на каком-то новогоднем там мероприятии там типа обнимать грижанка ну вот вот следующий раз вот точно с тобой чем запишем и конечно это огромная утрата и считаю и по моему она совершенно не формат мне кажется для нечетного а у нас там и посмотрели шапка не ровно серьезно и зал на самом деле до конца не было раскрыто конечно сейчас уже говорит как сослагательное наклонение тоже не имеет смысла но да и не касаясь скажем и творчество она просто очень хороший человек очень жалко вот сегодня евгений фридлин ну знаешь наверно имя не знаю знакомого с продюсером написал ну сегодня все отметились в фейсбуке все конечно выражаются болезнами он написал такую вещь что в свое время много выступал я не знал об этом много выступал по ее поводу в отношении того что нельзя делать из семейной беды или с проблем со здоровьем телевизионного шоу вот в принципе мы сейчас уже не говорим не от риски а вообще об этом твое отношение не знаю если это поможет все средства замечательные если это поможет человеку но это это помогло я насколько понимаю денег там собрали гораздо больше чем мы рассчитывали это помогло и жизнь продлила жизнь кому-то еще да поэтому это может быть но не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24 добрый день друзья не добрый день во мне другим я считаю что каждый человек имеет право на свое мнение каждый человек имеет право высказать это мнение и стал бы это запрещать если это не призывы там не знает экстремизму к педофилии еще к чему-то вот если это не ограничено законом ну ради бога пусть люди высказываются просто я допустим как-то слушал вид вану вася тучи когда по радио попадался ротации я не переключал станцию и полковник полковнику никто не пишет по сию пору мне нравится но честно говоря к обоим музыкантам и к шуре бедва который вроде бы не делает таких заявлений и его товарищу соратник у лёви который вот это вот все несет испытываю такое чувство даже вот это точно там не ненависть такая вот какая-то неприязнь может быть мне неприятной и обидно потому что музыка то мне нравилось и я чувствую себя как бы приятным с другой стороны прекрасно понимаю что очень многие музыканты которые уехали они считают себя преданными просто ведь здесь какое дело идет война да кстати я напомню что согласно официальному дискурсу специальная война операция но после того как в интервью так и рука сану путин назвал это войной потом еще в своем обращении несколько раз подчеркнул что это война и только информационная знаете вот во время войны не работают обычные стандарты в том числе и свободы свободы во время войны государство ограничивает для того чтобы эту войну выиграть здесь главное чтобы после того как война будет выиграна она будет выиграна нами у меня вообще нет сомнений никаких она фактически уже выиграна вот после того как она будет выиграна свободы надо вернуть пусть говорят что хотят и делают что хотят но а мы условно потребители слушатели зрители должны знать что думают писатели музыканты телеведущие не делать какие-то там там выводы не писать доносы не строчить что-то в соцсетях нет но просто делать для для себя вывода каждый свое кому-то нравится естественно я вижу там количество подписчиков того же егора улевы 2 я по я понимаю что у него много единомышленников просто это не ну не моё я не про музыку сейчас говорю про . звенья считаю вот не хочу никого обижать но мне кажется что просто он мало знает ну то есть вот ну не изучал он не историю географию не очень знает вот мне кажется в этом все дело то есть никак не хочу сказать что он там глупее меня нет просто мне кажется что для того чтобы делать разного рода заявления надо вопрос изучать то есть не выходить за рамки своей компетенции у музыкантов это не очень получается они все время выходит возвращайтесь а а а а а у а а а да Субтитры сделал DimaTorzok